Здравствуйте, с вами снова Андрей, продолжаем играть Тоталу Ратилу, играем мы в компанию последних римлян за римскую экспедицию. Итак, собственно говоря, что у нас происходит? Последние два стека мавров у нас находятся на подходах к Гиппону Ригию. В принципе, мы можем сейчас подвести еще дополнительные подкрепления, армия непосредственно подкомандована в Лизаре. Правда, не знаю, куда идти, к Гиппону Ригию или к Тагасе, потому что на Тагасу тоже могут пойти вражеские войска. Это надо подумать. Но вот видите, к Тагасе мы за один ход быстро подойти не сможем в любом случае, потому что у нас очень много очков хода мы тратим на форсирование речки какой-то здесь, речки-говнотечки. Вот. И ну просто она реально какая-то маленькая, а вот очков хода тратится на нее очень много. Значит, одновременно мы продолжаем возведение строений, так сказать, в наших армиях, в том числе и тех, которые пока не задействованы в боевых действиях, потому что нам необходимо создавать себе определенную экономическую базу, в конце концов, ясня, прекратить финансирование нашей армии, надо к этому быть. Хотя бы относительно готовым, хотя вполне возможно я упустил какое-то время, которое нужно было тратить на то, чтобы строиться. Ну смотрим, как сейчас поступит наш противник. Так. Мавры, да, они берут Тагасу. Тьма отступает. Тьма по спине отступила, бла-бла-бла. Тагаса отлично. Короче говоря, у нас закончился вот это вот похолодание, да? Это что, для нас это очень хорошо, потому что у нас увеличивается, я так понимаю, количество пищи. Так сказать, это очень здорово, особенно если мы собираемся в Италию. Там я, так понимаю, по дороге ниже, чем в Северной Африке. Хотя я могу ошибаться, надо еще будет посмотреть на карту по дороге. Ну да ладно. Значит, ну, для нас важно то, что новый вождь Мавров благополучно загнал себя в ловушку, потому что он из Тагаса отступить-то не сможет. Цель армии стоит в городе, она не может отступить. Соответственно, все, ему конец. Я даже думаю, что мы, наверное, не будем проводить данный бой лично. Берем сбалансированный бой, потому что, в принципе, какой-то перевес по стрелкам вроде ни у кого нет. Решительная победа. Ну и возвращаем все это дело и с ним. Соответственно, остался один британский стэк. Велизарий у нас прокачивается, даже не знаю, чего ему качать. К сожалению, у Велизария проблема, то что у него очень низкая хитрость. Не получится его прокачать до этого, до ночных боев. По-моему, даже с помощью спутников не получится прокачать. Это печально, ребята. Очень печально. Но, тем не менее, давайте качнем авторитет. Потому что авторитет, насколько я помню... Хотя нет, не авторитет, за сплоченность, по-моему, отвечает рвение. Ну, да ладно. Авторитет тоже лишним не будет. Так, к сожалению, мы не смогли вот этих ребят оставить на месте. Это было бы очень неплохо. Так, тогда придется нам сейчас отступать Гиппону Регию. Фараса из Герулии у нас будет отступать. Атаковать мы не будем. Здесь у нас 20 отрядов противников против 16 наших. В любом случае, у нас будут очень большие потери. Я, конечно, буду в ближайшее время распускать войска. Но я хочу все-таки сам определять, кого я распущу, кого оставлю. Если, например, погибнет какой-то отряд с большим количеством лычек, мне бы этого, на самом деле, не хотелось бы. Поэтому мы отходим в Гиппону Регию и стоим лагерем, дабы, так сказать, гарнизон, в случае чего, пришел к нам на помощь. Ну, знаете, такие элементарные маневры у нас происходят на карте. Ну, ничего не поделаешь, поскольку у нас, собственно говоря, компания такая в ключевом режиме, это неизбежно абсолютно. Здесь мы экономикой занимаемся в меньшей степени. Так сказать, а то, что есть, мы пока возводим строение малых уровней с целью того, чтобы, соответственно, у нас не было никаких штрафов для более высокоуровневого строения. Потом уже будем разбираться, как нам нашу экономику строить. Да и вообще у Орды экономика попроще, чем у оседлых фракций. Не нужно, так сказать, ресурсы всякие, ориентироваться на них, да, и так далее и тому подобное. Это вот у оседлых фракций, когда есть фульное право, надо думать, на самом деле, что делать. Так, ну и, в общем, новый вождь Мавров тоже, видимо, действует по принципу слабоумие и отвага. Они осаждают гипоэнергии, мы сейчас их просто-напросто здесь заблокируем. На всякий случай. Правда, знаете, блокирование в этой игре не всегда дает результаты, потому что противник очень любит отступать буквально через свою армию. То есть вроде как есть, ну, скажем так, область, через которую он ходить-то, по идее, не может, но отступать он через нее почему-то может. Я считаю, что вот это та вещь в игре, которую надо бы исправлять. В принципе, вражеской армии надо было ловить. Но здесь мы его в любом случае поймали, потому что работает наша дезинформация. Ну и что ж, поскольку это, по всей видимости, последний мавританский стэк, давайте мы, наверное, проведем битву лично. Вот, и, наконец-то, покараем этих ребят окончательно, потому что они мне, на самом деле, тут нарушили все планы, блин, по покорению Западного Средиземноморья своим дурацким вторжением. Ну, как вы видите, подводя некий итог наших боевых действий против мавров, ничего сложного в этом нет, то есть войска у них достаточно слабые, так сказать, полководцы у них достаточно слабые, но я об этом говорил. Кстати, Creative Assembly, какого хрена? Вы же сказали, что все закончилось. Прекрасно. Ну, вы видите, да, то есть с небом ничего не поменялось. Наверное, вышел какой-то минификс, которого у меня нет, который отключает этот пеплопад этот дурацкий. Ну, знаете, в принципе, выглядит Северал достаточно стильно, так что ничего особо страшного в этом нет. Воу. Так что, ладно, хрен с ним, пусть этот пепел падает. Ну, а пока мы тут будем расставляться, у нас вторая армия подходит к нам с тыла, союзники подходят к противнику сзади. Тут, на самом деле, вопрос, надо ли нам как-то вступаться за союзную армию, потому что вообще, исходя из здравого смысла, не надо никак, потому что, ну, а чего, это гарнизонные войска, если они погибнут, тем более не наши, если они погибнут, никаких проблем в этом нет. Вот. Я даже не знаю. Я вот еще думаю, что хочу попробовать одно интересное построение, хотя, конечно, это не лучший вариант. Построение таким шахматным порядком а-ля Республиканский Римский Легион. Вообще это построение, на мой взгляд, оно интересно тогда, когда у вас есть два вида пехоты тяжелой, да, одна с пилумами, другая без. Вот, например, за сосанидов, это интересно было бы потестить, когда, значит, первый ряд, расположенный в шахматном порядке, да, с промежутками, то есть между отрядами, это пехота с пилумами, у которой низкий чардж. Вот. И если противник атакует, допустим, вот эта пехота стоит, кидает пилумы, а второй раз составляет пехота без пилумов, но с высоким чарджем. Например, у сосанидов есть эти, как их звать, по-моему, элитная дейлуминская пехота, это с пилумами, и сальдийские воины, они без пилумов. Вот. Сальдийские воины в чарджи, они, наверное, будут максимально эффективны, то есть, соответственно, грубо говоря, первая линия стоит, вторая линия набегает, организует контр-чардж, если противник атакует, ну, или, если вы атакуете, то это, конечно, выдержать сложнее, но тоже, в принципе, достаточно интересно. Ну, не знаю, насколько это все. Это просто, знаете, такие мои мысли по тактике. Немножко, как было, немножко такого, знаете, моего типичного бреда. Вот. Ну, а пока у нас, собственно, будет идти сближение армии, расстановка армии и прочее, не очень интересное безобразие, давайте, наверное, тогда продолжим историческую справку. В прошлый раз мы остановились на том, что у Возгота появляется новый эффективный военный вождь Татила. Ну, собственно говоря, Татила, это не факт, что его настоящее имя. Данные по монетам, которые чеканились, так сказать, во время его правления, показывают, что его, на самом деле, видимо, звали Бедуила, то есть Татила, это, как говорится, Ном Дегер, вот. Но, так сказать, в данном случае это не так важно, а важно то, что этот человек действительно кардинально изменил положение на Итальянском театре военных действий. Ну, вообще говоря, то, что определенные предпосылки полного изменения ситуации не существовали, я, в общем, об этом уже рассказывал в предыдущей серии, то есть это и Чума, и вторжение персов, и много чего другое. Отозвание Велизария, лишение сил в Италии финансирования и централизованного командования, в общем, много проблем было. При этом Татила оказался неплохим как тактиком, так и стратегом. То есть он, в принципе, стратегии заимствовал ту, которую до него собирался реализовывать ильдебат, не знаю, так сказать, сознательно или бессознательно, но, тем не менее, она дала вполне неплохие результаты. Ну, во-первых, так сказать, у Готов, как и у вандалов, достаточно серьезную роль играла кунница в этой армии. Ну и, соответственно, Татила, он решил делать так. Он решил не тратить время на осады крепостей. Да, ребят, вот, кстати, посмотрите то, что вы сейчас вот видите. На обоих флангах вражеского войска. Вот если мне кто-то скажет, что в этой игре хороший искусственный интеллект, вот вы отсылайте его сюда. Это просто, это что-то потрясающее. Я не знаю, как их организовать. Просто они берут два отряда лучников, даже, никакой два, больше, три, и просто их берут и сливают. Вот нафига эти лучники туда пошли, я не знаю, во время марша. Какой смысл? Я еще понимаю, у них там в центре войска сбились, потому что они там как-то криво ходят. Это еще ладно, это издержки того, что они не оброняются, а пытаются контратаковать. Но, ешкин свет, что это за идиотизм? Ну, да ладно. Собственно говоря, что делал Татило? Он не штурмовал вражеские крепости, а просто отрезал сообщение одной крепости с другой. Причем, это было тем проще, с учетом того, что было очень много византийских начальников, у каждого из них было не очень много войск. То есть, в итоге, силы византийцев оказались разрезаны, отрезаны друг от друга. Далее, Татило создал флот. Просто до того, начиная с разгрома вандалов, и до этого момента, вражеский руководец уже убит. Прекрасно просто. Единственное, что я не рассчитал, все-таки не надо было бросать мою конницу на правом фланге против ударной конницы противника. Они что-то, не знаю, видимо, что-то они переделали в балансе, потому что раньше штурмовая конница разбирала ударную почти всегда. Тут, видимо, все-таки сказалось то, что в чарже оказалась вражеская ударная конница, и все-таки, видимо, сумела достаточно много выбить моих с самого начала. Так что сейчас мы видим, какие-то отряды потеряем. Но, ребят, вот знаете, Тагмату нам в любом случае придется сокращать. Она жрет по содержанию какие-то безумные совершенно деньги, и много мы ее содержать не сможем в любом случае. Вот. А угроза со стороны Мавров у нас уже уходит, поэтому, так сказать, не знаю насчет лонгобардов, но пишут, что вроде лонгобарды появляются, когда дойдешь до севера Италии. Нам еще пока до севера Италии, ребят, пилить и пилить. Плюс к тому же, возможно, если я возьму Рим, я вообще нафиг компанию развершу. Ну, будем смотреть, на самом деле, что у нас получится. К сожалению, союзники наши, поскольку они тупили и очень долго запрягали, они фактически остались вне битвы. Бывает. Вот. Татьяна создал флот, потому что, вот, начиная с поражения вандалов, который действительно у них был какой-то флот, но он, опять же, не участвовал в толком боевых действиях, потому что он находился в районе Сардины, в момент острой фазы войны византийцев с вандалами. Вот. После разгрома вандальского флота полное господство на море было у византийцев. А вот сейчас они это господство временно утратили. Причем, надо сказать, что никто не ожидал того, что варвары внезапно начнут строить флот. То, что они построили флот, они, во-первых, стали перехватывать коммуникации, потому что часть коммуникации проходила, в том числе и по морю. Вот. Во-вторых, они даже начали, ну, на определенной стадии войны, когда у них были максимальные успехи, они начали делать даже рейды на территорию, ну, скажем так, собственной Византии, то есть в Ир, в Далмацию. В общем, от этого как-то стало совсем не весело прибреженным византийским городам. Вот. Ну, правда, надо сказать, что флот этот, скажем так, он оставался серьезным фактором на арене боевых действий ровно до тех пор, пока ему удавалось избегать прямого столкновения с большими силами византийского флота. Потому что, ну, ему достаточно долго удавалось это делать. Ну, когда, так сказать, уже состояло генеральное сражение, их там было, по-моему, несколько, там при Анконе, по-моему, при Кротоне, вот. И там уже, конечно, госский флот был разбит, но до этого еще было достаточно долго. В общем, Татила оказался и неплохим тактиком, нанес поражение, так сказать, сначала, по-моему, при Вероне, потом при Фаэнце. В общем, короче говоря, византийским войскам, которые были на севере Италии. Ну и начал продвижение на юг. Значит, вообще говоря, при этом он, соответственно, осадил Рим, когда дошел до Рима уже. Вот. И надо сказать, что Рим Татила брал дважды. Ну и, собственно говоря, со самым взятием Рима Татилы оба раза, причем он брал его одинаковым методом, просто свидетельствует о том, одной из причин, почему византийцы так плохо воевали, а просто дело в том, что солдатам не платили жалования, они посылали все к черту. Оба раза сдавали Рим солдаты из так называемого племени Исавров, Исавры это древнее население Малой Азии. Ну, считайте, одни из предков современных турок. Хотя, понятное дело, что с турками там все сложно, потому что в языковом плане это вообще тюрки, которые еще пока что у нас не вышли на мировую арену по-настоящему. Но, тем не менее, рассматриваем исторический период. Хотя уже они, так сказать, уже близко к той зоне, которую мы рассматриваем. Потому что они тогда были кощевниками и эмигрировали. Ну, речь не об этом, а о том, что, так сказать, войска были византийские абсолютно дезорганизованы. Причем дело дошло до того, что Иснян реально перепугался. У нас тут решительная победа. Как видите, опять противник полностью разбит. В пять раз больше у него потери, чем у нас. В общем, можно было, конечно, вообще подождать, пока еще помахается с ним гарнизон. Но я уж решил, что там мелочится. Будем, так сказать, косплеить нашу реальную историческую роль, как будто гарнизон для нас что-то значит. Хотя, ну... Можно было их принести в жертву, конечно. И потерять несколько меньше народа. Так. У нас здесь... Надо бы нам рвение поднять. Потому что рвение у нас будет поднимать сплоченность. Да-да-да-да-да. Ну, вот видите, сразу сплоченность падала. Начала расти. Потому что сплоченность для нашей армии, это сейчас очень большая проблема. Она у них достаточно низкая. И нужно очень аккуратно. Так. А Мавры, кстати, не было что-то сообщения, что они уничтожены, да? А где они тогда? Я их не вижу. Так. Ну что, давайте тогда разбираться с вандалами. А, стоп. Стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп. Какого черта? То есть, мы с вандалами еще не воюем. И с ними, соответственно, не воюет Яснян. Но, с другой стороны, ребят, а смысл этих вандалов давать им развиваться? Видите, у них тут войск. Так. Тут у нас еще германские мятежники. Ну, короче говоря, вторжение Мавров, конечно, имело определенные последствия. Опять вандалы подняли голову. Так сказать, эти мятежники какие-то появились. Но, вы знаете, я думаю, что ничего особенно фатального. То есть, войск, вот, если исполнять все дополнительные квесты, да? Которые мы выполнили. Войск вполне себе хватает для вполне нормального отражения. То есть, каких-то супер-супер-дупер-мега-сложных вещей здесь не было. Так. Атаковать ли Цирту или нет? Давайте мы засейвимся и, наверное, атакуем ее, потому что, собственно говоря, ну, меня эти вандалы уже просто реально достали. Они уже третий раз у нас появляются на карте. Да-да-да. И раз. И знаете, я даже, наверное, не буду особенно здесь сам в реал-тайме их штурмовать. Потому что, видите, ну, у них войска бомжи, эти новобранцы-копейщики, опять же. Пять армий бомжей. Велизари у нас побеждает. Отлично. Ну и все. Вандалам приходит конец. И, в принципе, единственное, что нам остается, это в Северной Африке. Это мятежников разбить. Да, фракция уничтожена. Так, может быть, здесь где-нибудь Мавра? Нет. Не видно их. Не видно. Ну, в общем, ни один из наших отрядов не помер, зато нам, видите, прокачку дали. Так что я думаю, что я не зря их уничтожил. Ну, так вот. О чем я говорил-то? Собственно говоря, тяжелое положение в Италии вынудил Ясняно послать Велизария, который был отослан на восток, назад в Италию. Однако ресурсов Яснян Велизарий уже не уделял. То есть доверие, в принципе, было, по всей видимости, подорвано. Велизарий, в общем, пытался деблокировать Рим, по крайней мере, он высадился на кораблях, по-моему, в Гости, да, то есть, это в Гости Тибра. Вот. И собирался доставить в Рим какие-то припасы, когда я его первый раз осаждал Татила, но ничего в Велизарии не получилось. Почему? Ну, так сказать, есть версия, что якобы его подчиненные плохо сработали. На самом деле, как вы понимаете, реально разобраться достаточно сложно во всем этом деле. Давайте-ка мы одну тагматку сократим. Раз у нас уже Мавров не осталось, держать большое количество войск не стоит. Пока еще Юсниан финансирует, но я думаю, что это все ненадолго. Вот. В общем, у Велизария во второй итальянской кампании, в общем, были крайне ограниченные успехи, и в итоге он просто сам понял, что Юсниан ему просто, ну, грубо говоря, не даст ни солдат, ни денег на то, чтобы там жалование солдатам платить. В общем, в итоге Велизарий сказал, что, как бы, ну, это все, конечно, замечательно, но я с такими ресурсами сделать ничего не могу. Дозвольте мне вернуться в Константинополь. Ну, и, соответственно, Юсниан и дозволил, и Велизарий, в общем, ушел. Ну, надо сказать, тут, опять же, вопрос, не было ли вот эта вся вторая итальянская кампания Велизария неким политическим ходом, потому что для Юсниана вот именно такое завершение кампании, когда Велизарий, в общем, ну, не то, что он не был разбит по-настоящему нигде, но он ничего не смог сделать. И, соответственно, у него вот этот вот орел героя, да, который, значит, все превозмогает, так сказать, когда Юсниан сдается, значит, Велизарий все, значит, разруливает наилучшим образом, этот орел у него исчез. Соответственно, вот эта вот безумная поддержка общественного мнения, так, Бербера, вот я не знаю, воевать с ними, не воевать, ну, наверное, не стоит пока, хотя, что-то, вы знаете, не, вы знаете, мы, наверное, в Италию все-таки пойдем, хотя, что-то поймешь. В принципе, с точки зрения нормальной стратегии, даже, кстати, не знаю, против кого лучше выступать, потому что Бербера, если против них атаковать, то даже если мы, допустим, выиграем всю эту войну, мы получаем очень растянутую береговую линию, где противник может высаживаться буквально в любом месте. В Италии там, в принципе, все чуть-чуть более компактно, хотя, тоже, тоже не очень здорово, но с другой стороны, мы пока не воюем с Берберами, а вот с Италии мы в любом случае воюем, и, так сказать, узготом мы в любом случае предоставим более хорошие условия. так что, наверное, да, пойдем все-таки в Италию, будем постепенно перебрасывать наши войска на северо-восток, ну и вообще в этой серии нам вот осталось дочистить Африку и захватить Сицилию, я думаю, что вот это будут наши цели. с Маврами вроде бы покончены, или они куда-то ушли непонятно куда, я по крайней мере надеюсь, что тут нет такого, что Мавры будут восстанавливаться там через какое-то время, это было бы очень глупо, ну если будет второй вторжение Мавров, пусть и Мяснян сам разбирается, серьезно, надоело уже. Так, что у нас тут есть постройке, рыночный шатер, денежек он дает очень неплохо, давайте мы его наверное и построим, потому что нам надо вот именно, то есть нас, у меня в первую очередь сейчас волнуют деньги и сплоченность, пища даже наверное в меньшей степени. Вот, ну, соответственно, таким образом в Белизарии в общем ничего толком сделать не смог, вернувши второй раз, ну и в общем на этом его так сказать громкие военные успехи в Италии заканчиваются. Вот, его участие в итальянских событиях. Значит, так сказать, Татило в итоге так сказать, пока шли боевые действия в центральной Италии, он совершил достаточно неожиданный для византийцев рейд в Италию Южную. Почему он это сделал? Дело в том, что там было как не парадоксально, несмотря на то, что казалось бы это дальше от его тылов, там было легче найти снабжение, потому что эта часть Италии была в меньшей степени разорена. Ну и вообще надо сказать, что в ходе вот этих вот боевых действий, которыми руководил Татило, то есть в ходе именно этого этапа войны, Италия по-настоящему познала, что такое разорение, развал, упадок и все остальное. Так что все предыдущие вторжения варваров, они были, знаете, по сравнению с этим вот это были цветочки. Исследуем очередную войну технологию, потому что там в принципе вполне полезные вещи, а вот то, что у нас развитие по гражданскому технологиям, там все-таки половина только для оседовых фракций не очень, мы немножечко заследовали для пищи, да, тем не менее не стоит этим увлекаться. Так, поскольку у мятежников нету дополнительных войск, в Лизария мы перебрасываем на восток, для нас на восток сейчас будет приоритетным направлением, а там одного стека вполне себе хватит. Вот, на чем я остановился, я его забыл. Ну так вот, Татило предпринял рейд в Южную Италию, неожиданный для византийцев. В общем, в итоге, так сказать, в ходе интенсивных военных действий Татило захватил всю Италию, даже Сиципль. Вот, флот его опять же совершал набеги на византийскую территорию, ну, в общем, короче говоря, и плюс все это привело к тому, что война фатально затянулась. То есть, в итоге, все эти византическо-годские войны продлились практически 20 лет. То есть, когда говорят, что вот, почему, к примеру, в Византии стали кончаться деньги. Я думаю, что Юснян, во-первых, он не закладывался на такую долгую войну. Некоторые, кстати, историки вообще считают, что Юснян изначально пытался, то есть, изначально у него планта состоял даже не в том, чтобы, так сказать, сходу восстанавливать всю Западную Римскую империю, а в первую очередь в том, чтобы разбить вандалов. Вот. Тем более, момент был очень благоприятный. Вот. А мы просто увидев то, как быстренько закончилась кампания против вандалов, Юснян вошел во вкус. Ага, и у нас просьба Юснян на Нарсес. Так, 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 ага, назначена должность, успокоить императора, приобрести генерал за счет снижения личной власти, остранить от дела. Уничтение приказа повысит в вашу силу и статус, у нас коробит императора. Ну, вы знаете, мы опять же косплеем верного солдата империи, поэтому у нас будет, мы назначаем Нарсеса на должность. В принципе, генералом он должен быть толковым, я не знаю, вот так он у нас здесь выглядит. Ему 28 лет. Вы знаете, очень сомнительно, что ему возраст у него, по-моему, вообще неправильный. И, кстати, у него никаких трейдов нет, хотя, вообще-то, он уже в этот момент должен быть Евнухом. Ну, да ладно. А здесь просто я напоминаю, что Евнух здесь идет в качестве трейда, потому что он немножко не дитей. Ну, здесь вообще, здесь вот эти ребята, они, по-моему, подрались еще с берберами, поэтому будем считать, что захват этого города превентивные меры, иначе бы его захватили берберами. Кстати, берберы здесь, видимо, нам помогли. Я приближу. Да, ну и, соответственно, все, с мятежом покончено. Вся Северная Африка наконец-то наша, никаких дебилов больше не ожидается, и можем мы отплывать на Сицилию. И также нам, конечно, нужно агента нашего перевода туда, потому что агент здесь очень важен для нас будет. Хотя бы один. Вообще, можно было бы, конечно, пробовать еще одного нанять, по-идиму, можем, но все-таки, знаете, сейчас основной приоритет должен идти на строительство. Что-то не играл, логовая. Так, погружаемся на корабли. Приоритет должен идти на строительство, иначе у нас, когда, так сказать, яснян прекратит финансирование, у нас разразится полный коллапс. У нас и так, скорее всего, я думаю, останется, ну, реальных рабочих стэков где-то два, максимум, три, я даже не думаю, я думаю, что два с половиной максимума. Вот, остальное все придется распускать. Вот, но тем не менее, они у нас останутся, и будут, знаете, такие даже, это будут не стэки, а просто базы снабжения, которые будут просто стоять на византийскую территорию и давать нам какой-то профит определенный. Завершаем очередной ход. Много ходов сделаем за эту серию. Ну, так вот, в общем, короче говоря, война кончилась тем, что яснян все-таки наскреб на, так сказать, вот эту вот операцию по окончательному решению итальянского вопроса определенные деньги привлек Нарсесса, да, благодарность есть Нарсесс, новая особенность отборный, новая особенность неудел. Это вот, не знаю, политические последствия 50 ходов. Значит, так, 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 а что нам дает эта особенность неудел? Минус один при каждом изменении. То есть, мы будем терять личное влияние. Ну, в принципе, ладно, пока это еще не фатально, я бы сказал. Не знаю, правда, если у нас это останется на всю кампанию, тоже не очень хорошо. Я просто надеюсь, чтобы у нас не вспыхнула, блин, в войсках гражданская война, я, правда, не честно говоря, не знаю, как это реализован для кочевых фракций. Кстати, если кто-то знает, пишите, реально ли здесь довести дело до гражданки за кочевую фракцию. Надеюсь, все-таки такого не произойдет. в общем, короче говоря, командование войсками было получено Нарсессу, который выступал с севера, то есть, он шел через Далмацию, ну, и, в общем, в итоге, так сказать, компания Нарсесса, на самом деле, продлилась не так уж долго, всего там порядка одного-двух лет, ну, и в итоге произошло решающее сражение, я тут просто проверяю сплоченность, чтобы не слишком понизили обыденное здание, произошло решающее сражение с войсками Татилы у местечка, которое носило характерное название Буста Галорум, то есть, могила Галлов. Ну, в общем, могила Галлов в итоге превратилась в могилу Готов. Нарсесс сделал как? В принципе, вы знаете, вот, на мой взгляд, ну, дата окончания античности принято в историографии условно, это преворот Адакра в 476-й год. С другой стороны, возможно, именно эту самую битву при Буста Галорум, которая фактически положила конец вот этой войне в Италии, тоже есть один из вариантов рассматривать как окончание античности, тем более, ну, или другой вариант смерти Весняны, кстати, тоже вариант рассматривать такое окончание. Дело все в том, что, насколько я понимаю по описанию битв, это была одна из последних таких битв, где победила такая армия античного типа, потому что у Нарсеса было совсем немного конницы, потому что мы говорили с вами, что армия античного периода в первую очередь пешие, вот, основную массу войск у него составляли лучники, которых он построил полумесяцем, причем в такой местности, где Остгота не могли использовать свою конницу. А у Татилы войск был несколько меньше и, соответственно, он не мог использовать здесь свою конницу по-настоящему, то есть, по всей видимости, там были холмы, вот, которые мешали коннице действовать согласованно. Короче говоря, кончилось это все страшным разгромом, плюс, к тому же, сам Атилы был убит, по всей видимости, его просто застрелили лучники. То есть, грубо говоря, кавалерия Остгота была втянута в огневой мешок и после этого, в общем, с Татилой был покончен. Вот, в принципе, это и вкупе с поражениями Остготов на море, в общем, фактически предопределило исход войны, но, опять же, Италия после всего этого дела была разрушена, тем более, что Татило, когда он приходил в какой-то очередной город, он, как правило, просто все разрушал нафиг. В первую очередь, он разрушал городские укрепления, вот, да и вообще, в ходе этих войн, например, просто пишут, что Татиле пришлось, чтобы каким-то образом восстановить, например, какое-то административное управление в Риме, ему пришлось буквально собирать разбежавшихся горожан. Кого-то он прихватывал из городов в качестве заложников. Короче говоря, вот именно после вот этой войны в Италии по-настоящему наступили средние века. Иснян прекращает поддержку. А, вот, собственно, вот, собственно, и все. Кончился наш праздник жизни. Нам сейчас придется с самими ножками, как говорится. Так, ну, сейчас главное успеть захватить Сицилию, потом мы все наши ударные силы там соберем и уже будем смотреть, кого мы распустим, кого мы оставим. Вот, и тут вопрос, сразу ли нам прекратят финансирование? У всех ли нам прекратят финансирование? Это вот большой вопрос. Пока не знаю. Так, тут у нас продолжается строительство. Командирские шатры уже у нас строятся. Рыночный шатер тоже очень нам будет полезен. Он нам хоть какие-то денежки даст. Кстати, вот, знаете, какой интересный вопрос? А, коррупция, надо будет, кстати, проверить. Коррупция-то у нас вообще, говоря, есть? Потому что, если коррупции нет, это очень интересно. Потому что, формально-то у нас поселений-то нет, она в поселении вроде зависит. Количество поселений. Кто знает, вот, вопрос с коррупцией у кучевых фракций, тоже пишите в комментариях. С удовольствием почитаю. Вот. А, ну, еще надо сказать, что очень важная деталь по поводу Нарсесса, то, что он заключал активные договора с варварами, и среди варваров пользовался огромным авторитетом по какой-то причине. И, в частности, в ходе своей вот этой кампании против Татилы, он с собой привел достаточно большое количество человек из племени Лангобардов, которые в дальнейшем сыграли довольно-таки значительную роль в окончательном разрушении Италии. Вот. Но об этом мы уже поговорим, наверное, в дальнейшем. А пока, собственно говоря, с исторической справкой на эту серию, наверное, все. Так, берем Панормос. Берем Панормос, сбалансированный. Ну, здесь гарнизоны совсем маленькие. По всей видимости, у ОСГОТов большие проблемы, собственно, в Италии, потому что Юсинян там развернул очень большую военную кампанию. Так, пока у нас минус 1060, пока это еще не фатально. Так, и Сиракузы. Сиракузы. К сожалению, мы их сейчас сходу не возьмем, там лестницы надо строить, да? Да, надо строить лестницы. Так, ну, сейчас мы тогда вторую, вторую армию сюда подведем и двумя армиями спокойно штурманем это дело. Да, тут, кстати, у нас, похоже, ни много, ни мало Юсинян плавает, да? в составе флота, видимо, лично инспектирует процесс захвата Италии, Сицилии. Ну что ж, пусть посмотрит, негодяй. На то ж, как мы на него работаем тут, вкалываем в поте лица, он нам, блин, зараза не дает денег. Так, так, все равно, пока с хитростью у нас не выходит, не выходит каменный цветок. Ну ладно. Так, у нас остались Сиракузы, да, и надо строительство лестницы-то сделать, потому что надо как можно быстрее все это дело захватывать. Я думаю так, что мы сейчас вот захватим Сицилию, на ней сделаем такую временную базу, на которой просто мы оставим где-нибудь пару наших ненужных стеков, которых у нас не будет фактически войск. будет там вы начальник и пара отрядов каких-нибудь копейщиков. Вот, пусть они здесь стоят, на всякий пожарный случай, они у нас будут именно играть сугубо экономическую роль. То есть, пусть они нам приносят деньги. Будем считать, что это такие базы снабжения. А все остальное мы, соответственно, где у нас плывет. У Сгота что-то, что они? Да, ну, у Сгота все совсем плохо, там уже, ну, да, в Центральной Италии армия Юсняна просто лютуют пока что. Ну, в принципе, логично, мы, собственно, решили все проблемы Восточной Римской Империи, которые были в Африке, вот, видимо, на которые должны были эти ребята отвлекаться, но нет. Так, Леонтия, трибуни Адрианополя. Па-па-па-па-па, разрешите ли вы этот союз? Что она дает? Сплоченность милой? Не-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е. Нет, никакой, никакой свадьбы, ни в коем случае. А этот товарищ теперь еще и с ума сошел. Ну, прекрасно. Трибуни Адрианополя. Так, подходим сюда. Так, у нас чрезидная технология исследовалась. Так, он у нас за 10 тысяч это, конечно, забавно. когда у нас денег нет так лагерь ветеранов сагитарии в доспехах общественный рынок кстати общественный рынок по идее должен нам бабло приносить довольно таки неплохо все остальное нам конечно же не надо давайте мы наверное его его сделаем так пока сплоченности хватает у этих тоже вполне хватает то есть на следующий ход у нас хватит сожалению анагар нанять мы сразу не можем да вот он нашли снят как раз здесь плавает видимо на приплыл по бы приговорить перетереть личность визарием такой несём небольшой элемент роли-плея так ну здесь встаем лагерем так чу еще здесь чего 1900 ну все равно я сейчас сильно тратить деньги даже побаиваюсь так что у нас зернохранилище хранилище мясо еще выгоднее делать значит базовая пища лучше в этом зернохранилище но хранилище мясо дает нам все-таки больше прибавку я вот не знаю как здесь климат будет меняться ну потом дело в том что вот эти вот армии снабжения вот это армия нас как раз который стоит сейчас на западе наших африканских так сказать ну не наших африканских владений а африканских владений ясняно это собственно будет именно база снабжения вот их наверное выгоднее оставлять именно в местностях с максимальной плодоробностью так ну и как видите здесь совершенно не жалкий внизу хотя имеется даже вражеский товарищ звездочный ну мы конечно не будем играть это лично сиракузы захвачены италия за этот фу сицилия захвачена ну и мы в принципе вполне можем идти дальше в наступление но посмотрите на наш замечательный доход нас и на этом ходу нам уже придется расформировать кучу кучу наших войск чтобы оптимизировать расходы этим уже займемся наверное следующей серии пока прокачиваемся а после этого я говорю вам что подписывайтесь на канал ставьте лайки комментируйте дальше вы еще интереснее с вами был андрей всем пока